Ты молод, активен, энергичен? Ты хочешь быть в курсе всех игровых новинок? Подписывайся на Ванамас, у нас уже более 2000! Итак, всем здорово, с вами Ванамас, величайший обзорщик на Руси, number one. Начинаем новую игру. Обычно! Обычно я выбираю, обычно! Итак, Red Faction Armageddon, новая версия. Я уже делал обзор на первую часть Red Faction, ну или, блядь, гориллы, короче. Red Faction это, может, и не первая часть. На гориллу я делал обзор. Она, единственное, чем выделяется, это типа разрушаемостью. Разрушаемость такая, в общем-то, паскудная. То есть, она на фоне других игр, естественно, она выделяется. Даже сложно вспомнить мне какую-то другую похожую игру. Но, реально, конечно, там все как-то скриптовано и так далее. Графана, если я не ошибаюсь, Unreal 3 движок, всеми ненавистный, мною прежде всего. Здесь вот ролик такой гребаный идет. То есть, текстурирование скал полное говно. Машинки такие фантастические. Рожи у чуваков говно. Вот, и, собственно говоря, никакой красоты в начальном ролике нету. Ну, я когда устанавливал игру, не смог ее установить. Там написано, распакуйте фениксом. Какой-то сим-файл надо выбрать, я его не смог найти. Короче, это отчаяние. Я экзешник дернул, и... Она пошла с виртуального привода. Ха-ха, прикиньте. Ну, тут какой-то унылый херня. То есть, вообще, прямо... Все в красной гамме, а тут в какой-то коричневой. Итак, самая важная хрень. Начало игры, начало игры. Как ты яхту назовешь, так она и поплывет. Если в начале игры все пипата пошло, то все пипата. А если не все пипата, то не все пипата. Вот тут вот не все пипата. Дело в том, что я, на самом деле, второй раз запускаю из-за технических неполадок. И говнище, короче, не хочет шевелиться влево-вправо. Говнище только вверх-вниз шевелится. Паскуда-то тупая. О! Все, началось, короче, шевелить. А в первой части меня тоже бесил вот этот прицел. Вообще аркадный, ни о чем. Говняшка полная. Написали куда-то прицельтесь. Ну, блин, ну это что за тутер, а? Это, блин. Хватило у мудаков мозгов на такой тутер дебильный. Ух ты. Бинокля не хватает. Текстурка непонятно какая. Вот я как сказал, бинокля не хватает. О, бинокль появился. Ну, говно, короче. Травка говно. Пожар говно. Потому что, смотрите, всполохи пламени они из ниоткуда появляются, как призрак нахер Каспер. Вот это вот я ненавижу. То есть, блин, насколько аркадно, вы посмотрите, а? Подсветка идет. О, чтобы взять кувалду, нажмите клавишу оружия. Вот кувалда. Вот эта вся игра, вот, блядь, она нахуй только из кувалды состоит. Вот это вот реально. Кувалда здесь самое, что весело есть. Просто здесь больше ничего и нет, кроме кувалды. Все остальное хуйня. То есть, они... Смысл, да, вот как они игру сделали. Они взяли, блядь, Unreal 3 движок. Ну, или не... Блядь. Сука. Не могу обманывать своих подписчиков, коих у меня более трех тысяч. Посмотрел в Википедии, написано Geomod 2.0, короче, движок. Ну, он просто похож на Unreal 3, я неспроста так сказал. Вот. И... То есть, берут движок какой-то, ладно, назовем его Geomod. И просто сделали разрушения крутые. Ну, относительно крутые, да? То есть, по сравнению с остальным, как бы. Вот. И вот вам вся игра. А больше тут ничего и нет, на самом деле. Я тогда играл только 30 минут в ту часть. Или чуть больше. Тут, как бы, сюжета никакого, считайте, нет. Ну, естественно, его... Не то, чтобы совсем его нет. Естественно, там какая-то херотень есть. Ну, мы понимаем, это херотень. Элементов RPG, наверное, здесь нету. Хотя, вот, обратите внимание, у него есть два удара. Один слева направо, другой сверху вниз. Сайт как раз напоминает, как в том же обливионе, нахер, там был... Что-то там такое примерно было, короче. Короче, ты правый-левый по-разному жмешь. Если ты левый, то он... Так, а правый и сяк. То есть, вот смотрите, все разваливается. Вот я сейчас этот танк расхерачу. Ну, или не расхерачу. Вообще, это правильно, что он не расхерачивается. Это же танк в конце-то концов. Игра, в общем-то, не тормозит. Ну, а правильно, чему здесь тормозить? На, видали, об его бошку сломался. Вот это прикол. Вот это прикол! Я снимаю, нахуй! Вот это прикол! Блядь, хулияру, нахуй, уже... Три часа ночи, бедный сосед. Блядь! Ебать, оно что, взорвалось? Бжжж, смотрите, ему вообще все похуй. Вообще, такой чудак, блин, на букву Мэ. На, нахуй, блядь, пиздец. И вот это разве игра, вот это разве геймплей? Вернее, геймплей-то, блин, ну... Тут видите, какие эти смешанные чувства. То, что есть разрушение, это, фактически, это весь геймплей этой игры. То, что есть перестрелки, это так, чисто... Ну, понятно, блин, если бы не было перестрелок, то это бы слишком мало одних разрушений. Ааа, вспомнил игру, блин! Есть какая-то. Короче, посмотрите, мой обзор на Гориллу. И там, я просто сейчас точно название игры не помню. Короче, от германских разработчиков, German Developers, они... Ааа, там игра про строителей. И там разрушение еще лучше, чем тут. Ну, или не хуже, по крайней мере. И там цель, короче, ты строитель, тебе нужно за бабки разрушать. То есть, ты здание разрушаешь, тебе бабки за это дают. Вот там разрушается очень не кисло. Там берешь, и прям по камушку все расхерачиваешь и так далее. Вот, возможно, тот же самый движок, не помню. Ну, а еще, конечно, согласитесь, это очень глупо, да? То есть, чувак с кувалдой бегает, все мощно. И прям здесь размочить можно там такие конструкции. Ну, это я по Горилле помню. Любые берешь и больше, короче. И что я хочу сказать? Вот в том-то и дело, что, по-моему, сгорело, и я не вижу никаких изменений принципиальных. Уровень графики такой же, как я сказал, Unreal 3 уровень. А это весьма позорный, консольное, мультиплатформерное дерьмо. Уничтожить солнечные башни. Вот и все, вот и вперед. Вот всю игру ты будешь уничтожать какие-то солнечные башни. Еще бы знать, где эти солнечные башни. Давайте подумаем логически. Солнечные башни. Это, блядь, тяжелее, чем в Portal 2. В Portal 2 я, по-моему, быстрее догадался, куда, что делать. Так, сука, солнечные башни. Солнечные башни. Вот это, может, хуйня. Нет, это может... Ааа, вот же оно, даже подсвечено, ёб твою мать. Блядь, сука, а мне это прям напоминает, как, блин, по-моему, в Горилле чуть ли не то же самое прям от начала игры. Чуть ли не такая же стадия была, блядь. Сейчас сиди, думай, куда бежать надо, чтобы туда залезть. Блядь! Да ёбаный в рот. Почему нельзя подсветить, куда бежать? Вот я же вижу, вот туда вот надо залезть. А как я туда залезу? Пиздануться можно. Сразу скажу, что я сейчас делаю обзор, как бы, больше ради УАСП, потому что, вот я бы, если бы я не будь обзорщиком установил эту игру, ну, будь ванамасом, но не будь обзорщиком, то я бы посмотрел первый кадр, и я бы её нахуй удавил просто. Не, более того, если бы сыграл в первую Гориллу, то посмотрел бы скриншоты вот этой, и даже бы устанавливать не стал. Вот теперь бутылочек завались и месиво, и поэтому мы, блин, затянули песенку. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на Продолжение следует...